Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В предыдущем видео уроке я рассказывал как встать в один ряд с великими фотографами и научиться в бесплатном фоторедакторе обрабатывать фото. Сегодня я хочу рассказать как встать в один ряд с великими режиссерами и научиться в бесплатном видеоредакторе обрабатывать видео. Я ни на чем не настаиваю, но лично мне понравился видеоредактор Shotcut. Shotcut конечно не профессиональная программа, но у нее очень много возможностей и по логике она сильно приближена к профессиональным видеоредакторам. Изучив ее и обнаружив что вам ее не хватает вы почти без труда сможете перепрыгнуть на профессиональную программу, а изучить ее не так-то и сложно. Вот перед нами интерфейс. Разберем его потом, а сейчас сразу к делу. Открываем файл. Я заранее накачал несколько стоковых видео с 3wvideo.net. Это ресурс с бесплатными футажами. Теперь добавим линию времени или монтажный стол. Еще историю и измеритель уровня. Теперь можно об интерфейсе. Перед нами экран, на котором мы смотрим готовое видео. Тут история действий по шагам. Тут список воспроизведений, где лежат файлы проекта. Здесь можно изменить представление, пусть будут иконки. Это все ролики, да и вообще все файлы, с которыми вы работаете в проекте. И внизу монтажный стол. Как только вы помещаете какой-то ролик на монтажный стол, вы становитесь режиссером и начинаете делать свой первый фильм. Все, что лежит на монтажном столе, то и появляется в вашем фильме в соответствии с последовательностью на монтажном столе и длиной кадра. Длину кадра можно регулировать, просто потянув за его края. Вот так. Таким образом вы отрезаете все, что было до курсора и после курсора. Теперь, соединив эти два кадра, мы получаем первый монтажный стык. Это уже кино. Человек сидит за компьютером и крупный план на глаза. Подрежем чуть-чуть и добавим еще чего-нибудь. Предположим, что это он сидит за компьютером. Похоже. Подрежем еще раз на глаза. И вот, например, то, что он там видит. Вполне себе монтажная фраза. Посмотрите любое кино и увидите, что часто именно так в кино показывают человека, работающего за компьютером. По логике восприятия кажется, что достаточно одного кадра. Общий план – человек сидит за компьютером. По логике кино их должно быть 3-4. Итак, кино у нас есть, но оно без звука. Футажи почти всегда выкладывают без звука. То есть, если мы добавим в проект какой-нибудь ролик со звуком, то... Видите, и на монтажном столе появилась дорожка со звуком, и, собственно, появился звук. Поэтому давайте раскрасим наш фильм звуками. Если человек печатает на компьютере, значит, нужен звук клавиатуры. У меня есть библиотека звуков, а вы уж качайте, где найдете. Хороших бесплатных я не знаю. Вот, нашел. И сразу уж подберем музыку. Какой-нибудь индастриал. Ага. И кидаем их на монтажный стол. Для этого нужно создать новую звуковую дорожку. Это делается здесь. Создадим сразу две и кинем на одну звук клавиатуры, на вторую музыку. Ну и сразу подрежем первый кадр. Нам такой длинный не нужен. Вот так можно изменять масштаб монтажного стола. Подрезали. И сдвинем все, что смонтировали. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и выбираем удалить. Он удалит все пустоты. Готово. Давайте сохраним проект. Вообще, сохраняться нужно почаще. Сохраняет он пока не готовый файл, а файл проекта. То есть, исходники он не меняет, а просто запоминает, как мы их расположили на монтажном столе. Теперь подрежем звук клавиатуры и передвинем его в начало. И также сдвинем музыку. Отрежем все лишнее. Здесь есть кнопка резать. И удалим все, что отрезали, просто кнопкой delete. Все. Кино почти готово. Но давайте сделаем так, чтобы оно появлялось из темноты. А для этого нам нужно то, что они назвали фильтрами. Вот они. Нажимая плюс, мы можем выбрать, что добавить. Здесь собраны самые популярные. Здесь все, что касается видео, здесь про аудио. Вот, например, баланс белого. Ой, это я нечаянно. Баланс белого. Простым передвижением бегунка мы меняем баланс. Или цветовая шкала. Это уже почти цветокоррекция. Меняем цвета в световых диапазонах. Эффектов куча. Здесь же на видео накладывается текст. Можно эмулировать пленку и так далее. Но непосредственно нам нужно нарастание видео. То есть появление из темноты. И на последнем кадре затухание видео. То есть уход в темноту. Здесь можно выбрать, с какого момента кадр начнет уходить в темный. За 2 секунды до конца. То же самое проделываем со звуком. Это не то. Это общий звук на всей дорожке. А вот это то. Тоже поменяем время. Что получается? А получается вполне круто. Ну и все. Сейчас все доделаем и можно выгонять. То есть получить уже готовый файл. Готовый фильм. Важно понимать, что готовый фильм никак не повлияет на исходное видео. На то, что вы снимали. Он просто создаст новый клип. Тут настроек много. С ними по-хорошему нужно разобраться. Но сейчас мы оставим все как есть. Он сам определяет лучшие настройки в соответствии с исходными видеороликами. Просто помните, что самый распространенный сейчас кодек H.264. Формат MP4. Выбираем расположение файла и нажимаем сохранить. Экспорт пошел. Готово. Заходим в папку, куда предлагали экспортировать. И находим готовый файл. Длинный получился скринкаст. И мало что успел рассказать. Но время. Время. Если хотите еще уроков по видеомонтажу, пишите в комментариях к этому видео. А еще подписывайтесь на наш канал и любите друг друга. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok